Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире канала Автоплюс, программа «Попутчики». Я ведущий Александр Гусаров и в гостях у меня председатель Межрегиональной общественной организации Вячеслав Лысаков. Добрый вечер, Вячеслав. Свобода выбора. Свобода выбора, да. Я забыл отметить. Добрый вечер. Ну, на самом деле, поводом для нашей встречи послужила вот некая публикация в российской газете, которая вчера, если кто следит за прессой, тот, естественно, купил и видел, хотя и в интернете были публикации. Посвящена она, в общем-то, единым требованиям за закрепленный в техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств. Да, собственно, это даже не некая публикация, я бы уточнил, а это официальный выложенный документ, который вот теперь начался отчет, через год он вступит в силу, подписанный премьером документ. Ну, наверное, сразу желательно дать оценку этому документу. Ну, в общем-то, да. Документ вообще абсолютно одиозный, другому его назвать очень сложно. Мы боролись, бодались с этим документом давно. Он прошел якобы общественное слушание, но этих общественных слушаний никто не видел и не слышал. То есть формально они, возможно, были какие-то правила соблюдены, где-то была информация об этих общественных слушаниях, но общественность о них не знала. Я сравниваю с общественными слушаниями, которые были, если не ошибаюсь, два года назад. Это уже документ. Он был вообще сырой, вообще никакой. Мы участвовали в этих общественных слушаниях, и потом вопрос затих, и вдруг всплыл через два года уже как готовый документ, якобы прошедший, повторяю, общественный такой, общественный анализ, общественный контроль, общественные слушания. Значит, первое, мы считаем, что это имитация общественных слушаний. И, собственно говоря, даже по этому поводу, я уже на предыдущих передачах говорил, но, может быть, не все слышали, просто кратко как бы история этого документа. Мы провели, я участвовал в переговорах с руководителем Департамента автомобильной промышленности сельскохозяйственного машиностроения, так называется, Минпромторга, к господину Рахманову. Два часа мы с ним беседовали в переговорном зале Минпромторга. Конечно, ни к чему переговоры эти не привели, но он сказал, что пункт о запрете правого руля будет снят. Оказалось, что это не так. Его завуалировали, мы еще вернемся к этому. А я думаю, что он даже и сам и не читал тот конечный вариант, который сейчас подписан, кстати говоря. Делать не в правом руле. Сейчас расскажем, все дело обстоится значительно трагичнее и, скажем, менее приятно для всех остальных владельцев автомобилей, остальных транспортных средств, леворульных, я имею в виду. На мой взгляд, вообще он как бы ущемляет права автомобилистов и не отвечает чаяниям и требованиям этих самых автомобилистов, которых, по идее, государство должно еще и защищать. Да, совершенно верно. Ну вот после этих переговоров еще господин Рахманов участвовал в онлайн-конференции на нашем сайте 19may.ru и тоже, в общем, достаточно технично уходил от принципиальных вопросов. Более того, после этого мы все-таки обратились в федеральную антимонопольную службу и во время очередной встречи с руководством я попросил их, ставил письмо и попросил проверить, чтобы ФАС проверил этот документ на соответствие антимонопольному законодательству. Ну, кому интересно, могут зайти на сайт федеральной антимонопольной службы fas.gov.ru И там от 26 августа выложено мнение о сообщении пресс-службы, мнение ФАС по поводу этого документа, и мой там небольшой комментарий. ФАС посчитал, что этот документ не соответствует антимонопольному законодательству и перечислил, собственно, в чем есть несовпадение. Но получилось так, что те, кто лоббировал этот документ, они его фактически протащили через заседание президентского правительства. Здесь тоже определенные есть аппаратные, скажем, тонкости. Дело в том, что, к сожалению, ФАС, который является структурой, одной из немногих структур, защищающих права потребителей, пользователей, граждан России, старается. Это ведомство работает и работает. Те, кого интересуют, опять же, на сайте посмотрите, потому что голословное утверждение, что ФАС там ничего не делает, они не имеют под собой никакой почвы, откликаются они на запросы общественных организаций, мы с ними в плотном контакте находимся. Так вот, повторяю, что все-таки те, кто лоббировал этот документ, они его, предъявив, скажем, на заседание президентского правительства, конечно, не сказали о том, что ФАС имеет ряд замечаний принципиальных к этому документу. А ФАС не имеет постоянного представительства в президиуме, то есть их могут пригласить, а могут не пригласить. То есть падовая ситуация, соответственно, получается. Да, то есть если бы они были, они, конечно, свою точку зрения изложили, документ столь стремительно не был бы подписан. Но поскольку их не было, то, значит, их у этот под общей одобрям с уважаемых людей, которые документы, конечно, не читали. Это, я напомню, что это практически более 50 страниц, 60 страниц, около 60 страниц самого документа, то есть тех регламента, и 400 страниц приложений. Это «Война и мир», это вот такая вот толстяная пачка. Но даже если посмотреть на публикацию в газете, то мелким шрифтом тут более чем достаточно. Но это только документы. Я даже не рискую показывать. Это без приложения. Приложения – это огромная пачка. И, собственно, в чем суть документа, чтобы нашим уважаемым телезрителям стало ясно. Да, я, во-первых, забыл «поздравить» коллег с тем, что сегодня правительство России одобрило предложение Минфина о повышении транспортного налога в два раза. Это, конечно, не тем нашей передачи, но фактически нам объявлена война. Вот нам, автомобилистам, государство объявило войну. В очередной раз. Значит, первое в два раза и так совершенно безумный, совершенно безумный транспортный налог. Теперь разрешено субъектам федерации повышать. Тем самым предлагают создать некие региональные дорожные фонды, из которых они якобы будут черпать. Будут строить дороги, типа, да, вроде как. У нас собираемость транспортного налога – это 50%, во-первых. Во-вторых, стоимость его просто безумная по сравнению с другими странами. У американцев он включен, кстати, в стоимость топлива. Топливо дешевле, чем у нас. Хотя они закупают нефть, а мы ее продаем. Ну и прочее, прочее. Привязано к мощности. Но это старая тема, не будем отвлекаться. Значит, первое в два раза. Дальше только что страховщики на встрече с Кудрином предложили, попросили увеличить базовую стоимость полиса ОСАГО на 30-50%. Это почему это так? Ну, потому что считают, что инфляция с 2004 года, 2004, да, как бы не повышалась стоимости. Ну, правда, Кудрин сказал, что должно быть обоснование финансово-экономическое. Ну, то же самое говорил Сергей Шаталов, замминистра, в том году, когда на заседании правительства, как раз в том году, если не ошибаюсь, в начале года, в январе было заседание правительства, посвященное страховому бизнесу. Вот. Значит, уже грядет повышение. Плюс, значит, предлагает Дума, есть комиссия под руководством депутата Хейнштейна, которые предлагают привязать транспортный налог. Кстати, вот Минфин, правительство тоже это одобрило. Привязать его к возрасту автомобиля, его экологическому классу. То есть, если это будет дополнительное увеличение транспортного налога, то это вообще запредельная сумма. Это вообще запредельная сумма. Потому что у нас, не стоит забывать, что у нас 25% всего автопарка, это машина от года до пяти возраст. Где-то 27 приблизительно, плюс-минус, могу ошибаться, в одном проценте. Машина от пяти до десяти лет. И практически половина всего автопарка страны – это машина свыше десяти лет. То есть, это коснется каждого второго россиянина – повышение стоимости транспортного налога. То есть, в два раза это само собой, плюс еще и от возраста от экологического класса. Плюс страховка. Плюс страховка, плюс стоимость бензина, плюс пошлины запредельные и прочее, прочее, прочее. И вот еще вот этот вот, ну не этот, это я выжимку там сделал с нашего сайта, плюс еще вот этот вот подарок, который называется «Технический регламент безопасности колесных транспортных средств». Извините, я вас сейчас перебью. Я, наверное, напомню телезрителям, что, в принципе, мы ждем звонков ваших. Телезритель, который задаст наиболее интересный вопрос, получит вот этот набор часов. Звоните. Но у меня огромная просьба. Звоните все-таки по делу. Обсуждаем мы сегодня с господином Лысаковым новый техрегламент. Это очень важная тема, и мы пройдемся сейчас по пунктам. Вопросы постарайтесь задавать именно по теме сегодняшней программы. Не надо спрашивать, вот как пришла уже СМС, какой руль лучше, правый или левый. Будьте добры, уважайте вот гостя, и потому что человек занятой, он, тем не менее, нашел время и пришел сюда. И он подробно расскажет о том, вообще, чем грозит этот документ автолюбителям, владельцам мотоциклов, владельцам грузовых фур, владельцам транспортных компаний, автобусов и даже мопедов. Да, мопедов, мопедов и так далее. Я, более того, я прошу, вот выслушав сейчас, собственно, такой краткий анализ этого документа, я прошу тех, кто имеет отношение к эксплуатации, продаже транспортных средств, вне зависимости от руля. Это коснется, я сейчас об этом расскажу, коснется абсолютно всех праворульных японок и американок, причем, в том числе, грузовых. Им просто вход на рынок закрыт. Это коснется корейцев, в кавычках, естественно, корейцев, да, это коснется европейцев, это коснется абсолютно всех транспортных средств, коснется прицепов, дач на колесах, мотоциклов, ну, только что мы это перечисляли, абсолютно всех транспортных средств, БУ причем. Мы говорим о сертификации не новых автомобилей, мы говорим о сертификации БУ. Причем, как эта сертификация будет проводиться, сейчас расскажу ниже. Поэтому просьба к тем, кто соображает в этом деле, пожалуйста, зайдите, найдите этот документ, он выложен, он выложен, в российской газете есть ссылка. В любой поисковой системе, набейте на утихи, есть регламент. В поисковой системе можете на наш сайт зайти, ну, можете по поисковику. Значит, проанализируйте те, кто торгует запчастями, автокомпонентами, кто торгует автомобилями, грузовиками, легковыми транспортами. Посмотрите, найдите, значит, вот те вещи, которые мы вот при первом анализе нашли, я их сейчас кратко перечислю. То есть несуразности, явные ошибки, явное полное отсутствие здравого смысла по некоторым пунктам. Найдите, пришлите нам на наш сайт 19mei.ru, это сайт общественной организации, не коммерческий абсолютно. У нас нет ни рекламы, ни платный ничего, поэтому вот как бы спокойно вам об этом говорю. Вот, присылайте, заходите, присылайте, оставляйте. Мы это суммируем, потому что мы в ближайшее время планируем свободу выбора и создаваемое сейчас некоммерческое партнерство Monopolismo.net. Такой был проект Monopolismo.net, он сейчас есть, сайт Monopolismo.net, английскими буквами. Вот, мы тут бились за параллельный импорт, за возможность покупать у параллельных импортеров запчасти любые, любые, собственно, товары, продукты и так далее, и так далее. Мы отбили там 63-й пункт, его снял пленум Верховного и вышел арбитражного суда. Удалось 80 тысяч подписей собрать. Теперь мы хотим организовать некоммерческое партнерство. Monopolismo нет. И по всему спектру монополий, в общем, биться с монополистами, которые пытаются наш рынок подстроить под себя, диктуй нам цены, диктуй нам качество, зачастую не самое высокое, диктуй нам ассортимент, зачастую тот, который нас не удовлетворяет и так далее. Чтобы у нас есть звонок первый. Поэтому, пожалуйста, вот прослушав, проанализируйте, почитайте, те, кто имеет к этому отношение, присылайте свою информацию, потому что мы будем передавать иск в институционный суд. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Подскажите, как вы относитесь к заложению дорожно-транспортного налога в стоимость бензина? То есть машины с большим объемом, едят много, покупают много бензина, соответственно, выплачивают налог. Я вас понял, прошу прощения. Просто сразу вас прервем. Вопрос не по теме, но я могу сказать, что положительно к этому отношусь. И ставил этот вопрос в стенах Госдумы, и разговаривал и с руководителями ряда комитетов Госдумы. Здесь должно быть политическое решение. Причем мы сейчас попробуем, наверное, все-таки простимулировать регионы, чтобы регионы обратились с такой просьбой. Для регионов это выгоднее включить транспортного налога, потому что этот налог, напомню, идет в региональный бюджет. Те регионы, где транспортные средства есть, транзитные, они не платят, они стоят на учете в другом регионе, разбивают дороги в этом. Или просто проезжают через этот регион. А здесь, купив бензин, с каждого литра будут, с каждого рубля платить несколько копеек. Да, и так далее. В смысле, это топливо, да. Будет платить регион, собираемость стопроцентная, потому что не нужен фискальный аппарат, так далее. То есть все уже, многие страны на это перешли. Китай, ну не последний, один из последних, с 1 января перешел на такую систему сбора налогов. Это крайне прогрессивная система, и мы, конечно, за нее, ну попробуем простимулировать даже фракцию «Единой России» в Госдуме, поставим эту проблему. Ну мы работаем с ними, озвучим наши проблемы, попробуем, значит, ну провести массированную такую работу, для того, чтобы все-таки еще и еще раз эту тему поднять. Это вот то, что касается этого вопроса. Еще один звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, это из Тюмени, Виктор. Очень приятно, Виктор. А вот у меня такой вот вопрос. Вот все выдумывают, вот это ведь не раз было, что кто-то выдумывает вот эти вот большие налоги. Кто? Что это за партия? Если партия «Единая Россия», почему она не плещет руками, что вот мы там выдумываем такой вот новый транспортный налог большой? Ну почему они вот этого не делают? Если бы вы знали, за кого голосовать, то вот в период выборов-то. Ну давайте не будем углубляться в политологию, в философию. У нас не тот канал, но есть другие каналы, которые этим занимаются. Ну я не член партии «Единая Россия», хотя я в одном проекте участвую, партия на безопасной дороге. Для чего, потому что, используя инструментарий партийный, мы все-таки там конкретно делаем. Нет, а человек спросил, кто это предлагает. Это предлагает исполнительная власть, это предлагает Минфин, и правительство одобрило это предложение. Причем в правительстве не все, кстати, члены «Единой России», абсолютно. Ну да, давайте все-таки пройдемся по пунктам. Так, про ПТС, пошли. Давайте, действительно, мы просто не успеем. Значит, вот смотрите, по техрегламенту. Значит, техрегламент вводит обязательную, тотальную сертификацию всех транспортных средств секунд-хенд, БУ. То есть того, чего не было вообще, фактически в мире такой тотальной сертификации секунд-хенда, БУ. Нет, мы ввели, ввели. Это для чего? Ну, совершенно понятная цель. Вот этот документ из технического регламента, собственно, который должен, скажем так, обеспечивать безопасность, там приоритет обеспечения безопасности для всех участковых дорожных движений прописан, но этот чисто технический документ фактически является регулятором рынка. Он очередной раз пытается, и, собственно, уже реализован, будет реализован, точнее, раз он подписан, он пытается зачистить, дополнительно зачистить внутренний автомобильный рынок до полной стерильности. То есть, значит, там есть совершенно монопольные статьи, вот статья 21, которая говорит о том, что производитель, производитель, да, может иметь только одно юридическое лицо на территории Российской Федерации, которое будет представлять его продукцию, проводить сертификацию и так далее, и так далее. Даже таможенным службам, по идее, можно будет уже сертифицировать что-то? Нет, таможенные службы выдают ПТС, но она выдаёт ПТС только после того, как вы получили одобрение типа транспортного средства. И вот, значит, что, как это будет выглядеть? Практически любое транспортное средство, которое будет ввозить юридическое лицо, значит, во-первых, оно должно иметь разрешение от производителя, начнём с этого, то есть полная монополия, то есть параллельному импорту полный конец. То есть тот, кто занимался ввозом техники, эту технику ввозить не сможет. Будут только специально назначенные юридические... Люди. Да, ну люди, организации в данном случае. А всему не важно. То есть конкретно одно юридическое лицо будет это делать, это первое. Если вы частное лицо, то вам придётся тоже проводить сертификацию, причём это будет достаточно больших денег. То есть представьте, я, наверное, объясню это проще даже, то есть я хотел купить некий автомобиль из Германии, пригнать его сюда. То есть мало того, что я заплачу сейчас огромные налоги за этот автомобиль, ввозя его через границу, так ещё я буду, должен его сертифицировать фактически. Вы посмотрите, если сравнить любого автопроизводителя, они иногда не завозят машины с автоматической коробкой, не сертифицируют, потому что знают, что они будут продавать не очень много этих автомобилей. А тут на вас одного. А сейчас, вне зависимости от партии, это надо делать более того, сертификация будет иметь, значит, срок её действия 3 года. Причём если та контора, которая провела сертификацию, вдруг исчезла, обанкротилась, прекратила деятельность, то действие сертификата тут уже прекращается, надо снова сертифицировать. Вот в чём дело. Шикарно, да? Значит, дальше. Если вы ввозите машину, и кто-то её сертифицировал, то вам повезло, значит, автоматически вам дадут добро. Да, попадаете. Но если вы везёте машину, у которой никто не сертифицировал, опять на вас падает тяжесть всех выплат, достаточно нехилых, да? Вот, для того, чтобы... И плюс время, плюс нервотрёпка и так далее, для того, чтобы вы смогли транспортное средство перевезти. А вот, предложим, такие вещи есть, как мотоцикл, там огромный спектр моделей, да? Значит, те же там какие-то домики, дачи на колёсах и так далее. То есть, ну, вряд ли можно себе представить ситуацию, когда кто-то провёз, и, значит, ну, и всё, он закрыл всю нишу. Значит, вы наверняка привезёте, захотите какую-то модель, которая 100% не сертифицирована. То есть, практически, повторяю, любой юридическое, физическое лицо, которое пытается провести транспортное средство, значит, оно столкнётся с массой проблем. Добрались даже до мокиков, до мопедов, с стоимостью объёма 50 кубических. Да, и 45 км в час. Если раньше, полтора года назад, сертификация уже имела место, но новых мокиков, то сейчас бэушные, те бэушные мокики, которые завозили, некоторые моряки партиями завозили, вагонами там и так далее. То есть, по 100, по 200, по 300, это был малый бизнес, и люди на этом зарабатывали. И другие люди покупали с удовольствием эти мокики, потому что их использовали, собственно, для не только внутригородских поездок, ну, поездок на дачу, на рыбалку и так далее. Популярный вид транспорта. Теперь это транспортные средства, которые требуют серьёзного оформления. Я даже зачту, здесь очень интересно. Двухколёсное транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км в час. То есть, фактически, несчастные 50-кубовые мокики, мопеды, ну, там, электрокакие-то, газонокосилки, они тоже попадают, им не повезло, они превышают скорость выше 25 км в час. Они ездят быстрее. Да, до 25, то, пожалуйста. Но таких средств практически нету, поэтому, значит, тоже лукавство в этом скрыто. Но это вот один из пунктов. Дальше... Ещё один звонок мы сейчас примем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Ну, наверное, сорвался, да? Алло. Да, добрый вечер. Говорите. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот новый техрегламент отменяет кенгурятники. У меня автомобиль Great Wall. Стоит штатный кенгурятник. Как быть? Спасибо, мы сейчас подошли как раз к кенгуринам. Во-первых, этот документ очень небрежно сформулирован. Здесь совершенно в некоторых местах непонятно, касается ли положение, некоторое положение этого документа, новых транспортных средств или бэушных. Или уже эксплуатируемых. Или уже эксплуатируемых. То есть, либо не разрешат ввозить кенгурятники, снимать кенгурятники, которые уже на заводе установлены, либо доберутся до тех кенгурятников, которые уже стоят здесь, на автомобилях, которые уже в эксплуатации находятся. Да, я сразу забегу вперед, скажу, что готовится новый подарок нам, в кавычках. Это эксплуатационный техрегламент. На сайте, да, Федеральной службы сертификации и... Как она называется, сертификации и... Выскочил из головы, не буду говорить, но кому надо, найдут. Значит, там этот техрегламент висит и говорится, что он тоже прошел общественное слушание. То есть, мы вообще об этом техрегламенте не слышали. То есть, это эксплуатационный техрегламент, который уже будет отношение иметь к тем транспортным средствам, которые находятся в обращении уже сейчас здесь. Поэтому с кенгурятниками... Ну, вот есть пословица, что хорошо немцу, то русскому смерти. Ну, взяли авторы этого документа, тупо просто перенесли европейские нормы в этот документ, говоря о том, что Европа-то запрещает кенгурятники, поскольку травма пешехода... Ну, согласен, травма пешехода наносится. Но, во-первых, мы не Европа. Европу и европейские страны можно пешком за день пройти. У нас огромные просторы. Ну, в Москве, может быть, это, конечно, понты. Ездить на крузаке вот с таким вот кенгурятником, конечно, ну, это глупость. Но ведь кроме Москвы-то есть еще наша глубинка, где пешехода на 100 километров рядом не найдешь. И там это вопрос не капризов и понтов, а вопрос выживания, потому что бездорожье, потому что на кенгурятнике стоит лебедка, потому что надо зацепиться, выдернуть машину и так далее. Поэтому, когда страна имеет такие просторы, переносить автоматические европейские нормы, причем там разговор идет о Женевской конвенции соответствующей, которая имеет рекомендательный характер, которая не подписала Канада, Америка, Австралия, то есть страны, где огромные расстояния, не подписали. А мы прям бросились подписывать, потому что так хотим интегрироваться в Россию. Так больше того, Вячеслав, ведь там же до смешного, то есть если я езжу, предположим, на 75-м крузаке и имею этот кенгурин, то есть я плохой, или пытаюсь его ввести, а если я еду на грузовике, предположим, на кразе или мазе, у меня торчит кенгурин из рельсов сваренной, его можно оставить. Все что угодно. Вот мы стремимся интегрироваться в Европу, по зарплатам, по дорогам чего-то не стремимся интегрироваться, а по запретам, пожалуйста. Про кондиционеры? Про кондиционеры запрещается, озоноразрушающие составы теперь ввозить в системах кондиционирования. Ну, есть Р-12 фреон старый, есть 134-й. Значит, если вы ввозите автомобиль с Р-12, вы что должны сделать? Значит, выпустить в атмосферу? И загрязнить ее здесь. Да, вы куда должны делать этот фреон? Либо тогда машину запретят к возу, получается, или переделывать, перестраивать. То есть остаются вопросы. Дальше там, ну, мы нашли, например, ошибку, это нелепость, а писка, потому что здравому смыслу вообще не подается анализу нормы, которая прописана в техрегламенте. Она говорит, капли падания или утечка топливной системы допускается 20 капель в минуту. То есть каждые 3 секунды капли может капать из топливной системы. На раскаленный коллектор поджигает... Ну, если у вас бензопровод течет, предположим, или что-то, я не знаю, там, подтекание вот это вот на коллектор попадает, фактически автомобиль может разгореться. Может быть, это описка, может быть, имелось в виду... Она глупая, документ подписан. Да, может быть, две капли, значит, капли в 20 минут, может быть, а не 20 каплей в минуту, но документ подписан премьером. И просто с точки зрения, значит, инженерии, с точки зрения здравого смысла, те, кто имеет хоть какое-то отношение к технике, ну, вот когда я прочитал это, ну, волосы просто дыбом стали. Это в документе совершенно серьезно прописано, как норма. Ну, я понимаю, утечка там из системы охлаждения, это ничем не грозит. Ну, да, ну, только тем, что... Из масляной системы там, ну, пускай там какие-то нормы, но и топливная система, какая может быть утечка, значит, регламентированная. Ну, вот это в качестве одного из примеров. Теперь по поводу, ну, чтобы не заводить тему правовых рулей, просто скажу, что запрещены будет ввоз правовых рулей, ну, по нашему мнению, потому что там есть два приложения, пятое и седьмое. Пятое запрещает возить автомобили с фарами, которые относятся к левостороннему движению, значит, прежде чем получить одобрение типа транспортных средств, вот ТТС, да, значит, чтобы получить, соответственно, потом у таможни ПТС, вы должны это одобрить. А одобрение вам не дадут, потому что вы ввозите автомобиль с установленными фарами неправильными. Значит, казалось бы, ну, давайте поменяем фар. Нет. Это пятое, седьмое приложение. Приложение запрещает менять фары, разрешает его менять только для транспортных средств, которые сняты с производства. Казалось бы, если вы беспокоитесь о безопасности, дайте тем же праворульщикам поменять фары, если есть евроаналог, если сейчас блоки специальные выпускаются, можно повернуть лампочку, отрегулировать ее по приборам. То есть масса... Нет. Только для средств, которые сняты с производства. Ну, никакой логики нет, абсолютно. И вот это, закольцевав эти два положения, спрятанные в двух приложениях, в пятом и в седьмом, то есть сразу не наткнешься. Закольцевав эти два запрета, фактически, значит, тем самым образом поставлен полный заслон для авоза правых рулей. Там еще есть замечательное восьмое приложение, в котором идентификационный, простите, номер, который автомобилей выпускающихся в Японии, он абсолютно не соответствует, но я могу сказать его за честь тоже. Содержание идентификационного номера транспортного средства. Идентификационный номер содержит 17 знаков, в качестве которых могут быть арабские цифры от нуля до девяти и буквы латинского алфавита за исключением I-O-Q. Соответственно, 17-значные Вины, они, в общем-то, для Японии это нонсенс. Тот, кто ездит на праворуких машинах, они знают. В Японии, по-моему, 11-значный Вин. Не только кто ездит, кто продает, кто ездит, кто ремонтирует. Никакой проблемы нет. Все базы данных есть. Можно тут же по буквально-цифровому этой линейке сказать, какой привод, какая модель и так далее. Что за двигатель. То есть какое отношение к безопасности имеет? Никакого. Ну вот еще один примечательный пункт. Приложение 5.262. Шкала спидометра должна быть теперь проградуирована в километрах в час с равномерными интервалами. У меня цифровая шкала. У меня Японка 94-го года, Краун Маджеста. Шикарная машина. Полный привод и две рулевые рейки. Но это выше, чем даже Лексус. Ну сразу, ну, как о любимом ребенке. Там цифровая. Там просто выключаешь, поворот, ну, аптитроник тоже сейчас называется, поворачиваешь, ключ черное стекло. Включаешь, едешь, у тебя цифра изумрудного цвета зажигается. 10, 20, 25, 60 километров в час. Какая градуировка? Значит, мне что, эту машину тогда имеющую, даже современный цифровую спидометр, нельзя ввозить, получается? Получается, да. Значит, это, ну, из 19 века отмытно взято. Мы не знаем, а можно ли будет ездить. Ведь уже говорилось неоднократно, вы подчеркивали тот факт, что непонятно, для кого документ этот написан. Для машин, которые будут ввозиться, или для тех, которые будут ввозиться, и тех, которые эксплуатируются. Это что у нас, значит, 70%, ну, не 70%, пусть 50% автомобилистов лишатся своих транспортных средств, за которые им никто не выплатит компенсацию. То есть они останутся без колес. Во всяком случае, я думаю, что будет достаточно большое финансово-фискальное обременение в любом случае. То есть вот здесь ввоз любого транспортного средства, да, любого класса, любого вида, как я уже говорил, тотально должно подвергаться сертификации. Причем это объясняется, значит, ну, желанием обезопасить нас, повысить безопасность, дорожную безопасность, всех участников дорожного движения и так далее, и так далее. Но опять же смешно говорить о том, что трехлетний Лексус, там, или BMW, или Mercedes, да, для нас опаснее, чем новые «Жигули». И даже «Форд-Фокус». Даже десятилетние, значит, выиграют по всем показателям. Но тем не менее, ну, вот повторяю, что это, собственно, не очень скрываемая попытка опять дополнительно зачистить, зачистить до стерильности, просто кастрировать внутренний российский рынок, вот, причем введя монополию абсолютную, и, собственно, создав нам, автомобилистам, массу проблем. Потому что мы не сможем выбрать то транспортное средство, которое нам нравится. Если мы его выбираем, мы понесем большие денежные потери, при том, что уже они имеются, да, дополнительные денежные потери. Вот. В документе, повторяя, очень много вещей, вызывающих недоумение, вопросы. И вот по информации такой оперативной, которая до нас вот дошла, сейчас уже Ростехнадзор начинает рассматривать соответствие этих пунктов нормам, правилам и так далее. То есть, видимо, получили все-таки по шапке автора этого документа. И сейчас они пытаются в пожарном порядке, значит, проверить, ну, не наломали ли они в этом документе дров. Но надо было раньше это проверять. А не давать на подпись премьеру. И, кстати говоря, мы вот с своей стороны поднимаем просто информационную волну мощную. Потому что я каждый день практически несколько комментариев даю радио, газетам и так далее, телевидению, СМИ, различным СМИ. И, собственно, вот называю вещи своими именами. И мы также в нескольких интервью, я сказал, что мы будем совместно выдавать иск в Конституционный суд. То есть вот авторы, ну, поскольку они нас знают, авторы документа, мы с Крином Рахманом встречались, он знает нас прекрасно, и меня, и организацию. И на сайте Минпромторка есть ссылка на наш сайт о том, что была там онлайн-конференция. Они понимают, что мы молчать не будем. И, собственно, сейчас уже пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. И что-то как-то там задним числом, опять же, под ковром, под сукном все это исправить. Про ГЛОНАСС и ГПС. Кстати, вы вот уже вначале упомянули по поводу антимонопольного комитета. Как бы, ну, тем не менее, вот ГЛОНАСС и ГПС. Понятно, что разработана хорошая, может быть, система ГЛОНАСС. Но есть еще куча ГПС-приемников. Да, это не секрет, что правительство пытается интегрировать ГЛОНАСС везде, где только можно. Но, во-первых, не надо забывать, что вот до 80% электронных компонентов, там, это импортные компоненты. То есть не наша система. Она еще не отлажена. Она еще сырая. Она еще громоздкая. Она еще дорогая. Поэтому, ну, работайте, ребята, улучшайте. Вопрос, почему вы обязываете иметь... Ну, там, правда, не автомобилистов, да, там грузы пассажиропереводчики должны иметь. Но, тем не менее, вот. Тоже одно из требований, скажем так, ну, вызывающих определенный вопрос, определенные сомнения. То есть, в принципе, повторяю, документ очень одиозный, вызывающий недоумение и замечание вопроса. Поэтому еще раз прошу тех, кто вот недавно нас смотрит, почитать этот документ. Те, кто имеет отношение к технике, кто занимается торговлей запчастями, автомобилями, легковыми, грузовиками, грузовиками, транспортной конторой и так далее. Потому что, вот, к сожалению, я хора голосов, людей, которых это коснется, коснется миллионов людей, я не слышу, мы не слышим. На статье есть звонок. Да, я не с точки зрения рекламы своей организации, но вот фактически мы одни бьемся, мы просим помочь нам прислать свой аргумент на наш сайт 19may.ru, прислать свой аргумент и замечание, чтобы мы сообща вместе, голос все-таки усилили, общий коллективный наш гражданский, гражданское общество попытались все-таки этот документ представить. Потому что, если молчать, сложив руки, то следующий, вот, тех регламент, о которых я говорил, эксплуатационный, он вообще задушит тех, кто уже ввез машину и кому кажется, что его ничего не коснется. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Это из Липецка вас беспокоит. Очень приятно. Очень приятно. Представьтесь. Скажите, пожалуйста, Владимир. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, слушаю вас, смотрю внимательно вашу передачу, очень нравится. Скажите, пожалуйста, вот нельзя ли вытащить разработчиков этого закона пофамильно, там как-нибудь назвать их, обозначить? И второй вопрос, второй. Как Россия собирается вступать с этим регламентом в ВТО? Спасибо. Ну, во-первых, мы, судя по политической ситуации, не будем опять же углубляться и делать из нашей автомобильной передачи политическую. Мы не очень в ВТО и спешим, честно говоря. Действительно неизвестно, как мы туда вступим с таким документом. Он задуман был еще до того, как вообще тема ВТО возникала. Давно этот документ, вот сейчас его летом фактически, когда была минимальная активность, внимание рассеяно, люди в отпусках были, его фактически летом почти подписали, ну вот сейчас подписали, осенью, но летом уже он был туда наверх уже доставлен. Вот. И, значит, конечно, совершенно прав вот звонивший, что возникают вопросы не только технические, но возникают вопросы и общественные, политические и так далее. Но самое главное, что опять же, да, насчет разработчиков. Ну, можно зайти на сайт, в принципе, найти авторов, можно там все это есть. Ну, разработчик Минпромторг. Есть некая организация, структура государственная. Да, да, да. Делали институты, соответствующие Минпромторга. Вот. В данном случае теперь это документ правительства. И то, что касается, значит, разработчиков мы сказали, то, что касается его документа, его можно на сайте найти правительство, на сайте правительства он выложен, его можно почитать. Вот. И, конечно, многие-многие люди, миллионы практически людей, которых коснется, они сейчас не знают о том, что документ вторгнется в их жизнь, в их бюджет. Вот. И создаст массу проблем. Причем, опять же, разработчики не принимают его внимания, что коснется он грузоперевозчиков. Коснется профессиональных водителей, для которых любое финансовое дополнительное обременение – это вопрос выживания. Потому что если я, автомобилист, не очень люблю слово «автолюбитель», прошу никого не употреблять. Нет в других странах такого понятия «автолюбитель». Все участники дорожного движения несут одинаковую ответственность. Автомобилист – автовладелец. Так вот, если я, автовладелец, могу оставить машину, на прикол поставить там, да, и пользоваться в меньшей степени и так далее, вот, то профессиональный водитель кормит свою семью. Сейчас уже до 40% себестоимости грузоперевозка – это стоимость топлива. Если повысить стоимость ОСАГО, повысить транспортный налог и так далее, и так далее, люди сейчас, многие грузоперевозчики, они работают уже не просто на нуле, они в минусе, у них рентабельность минусовая. Поэтому это может кончиться и социальным взрывом, потому что издеваться над людьми бесконечно невозможно. Все-таки давайте вернемся, давайте по пунктам. Мы еще вернемся к грузоперевозкам. Про интерфейс на русском языке. Вещь вообще замечательная, просто замечательная. Да, требование, чтобы интерфейс был на русском языке, то есть никаких надписей на английском, никаких иероглифов, ничего, все должно быть на русском. АСП, извините, вот, как бы, зарегистрированный знак, его нельзя переводить. Нет, а я думаю, что даже магнитола ОФ и ООН не должна иметь, надо в КЛ, от КЛ, там, значит, должно, ну, видимо. Ну, значит, опять же, вот мы все взрослые люди, какое отношение интерфейс, то есть надписи, речевая информация имеет к безопасности? Один из разработчиков там, ну, анонимный, сказал, что ну как же, в острой ситуации, в аварийной, все должно по-русски читаться и звучать. Ну, водитель, мы же понимаем, в аварийной ситуации водитель жмет на тормоз, выворачивает руль, он ничего не читает, ничего не смотрит. Как не до этого. Вообще, это вспомогательная сервисная информация, функция, не имеющая никакого отношения к безопасности, тем не менее, каждая лыка построена, значит, вставлена в строку, как говорит русская пословица. А то есть даже надпись DVD предположена, что тоже. Да вообще ничего, но все должно быть на русском, вот и все. Тогда у вас патриот надо тоже исправить, потому что патриот там, насколько я знаю. На английском пишется, да. Да, не кириллицей напишется. Нет, ну вот очень интересно, почему-то. Даже на Жигуля, кажется, некоторые есть надписи, я же давно их не видел. Ла, да, они все по латиницей. Нет, не ла, нет, а там на приборах там масло там, ойл, да. Вот ойл пусть исправляют. Нет, ну там вообще ситуация смешная получается. Это все сделано, чтобы не допустить еще. То есть с многократным запасом делается все, чтобы на рынок не пустить иномарки. Секундхенд. Если пускать, то только через официального дилера, через допущенную к этому компанию, они будут диктовать цены. А где будут люди покупать из регионов автомобили? Если кто-то, кто занимается малым бизнесом, привозил вам практически любой автомобиль, любую запчасть в ваш город, то теперь эти люди куда должны? К черту на куличке, за 3-9 земель ехать в краевой центр, чтобы купить там шаровую, да, или купить даже себе автомобиль. То есть у официального дилера. То есть фактически удушение происходит, монопольное удушение параллельного импорта. Это тех компаний, которые обеспечивали нас любыми товарами, в данном случае автокомпонентами, автозапчастями, автомобилями. Вот так сложилось, что те, кто торгует BMW, я знаю, они возят параллельные импортеры, независимые. Не надо говорить серые. Серый термин пущен специально для того, чтобы дискредитировать параллельных импортеров. Вообще параллельный импорт – это, естественно, реакция рынка на дискриминацию ценовую, ассортиментную, качественную. Это хоть какая-то конкуренция, которая могла быть. Да, это разница цен и так далее. Так вот, BMW-шные машины, которые привозят параллельные импортеры, на 30% дешевле, чем те, которые дилеры предлагают. Сейчас мы будем покупать только у официальных дилеров. То есть, естественно, цены взлетят и так далее. То есть опять попытка западных компаний, во-первых, подмять наш российский рынок и сделать его колониальным. И, во-вторых, кормушка, которая сделана из системы сертификации. То есть масса компаний аффилированных теперь будут на долгие годы иметь хороший кусок хлеба с толстым куском масла и икры, и шоколада. А мы будем иметь головную боль, и, как в народе говорят, извиняюсь, геморрой большой. Ввозя автомобили, пытаясь купить то, что нам нравится, за наши заработанные деньги, с которых заплачены налоги и так далее. Но это опять эмоция, а вот давайте по фактам все-таки. Звоночек у нас есть. Добрый вечер, вы в эфире. А, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Это Юрий, я с Москвы беспокою вас. Очень приятно. Ну, понятно, что у нас, в общем-то, правительство одобрило данные техрегламента, выпустило кучу документов. У меня вопрос такой. Кто будет контролировать данный документ? Технадзор или ГИБДД? То есть я понимаю так, значит, ты приехал, я в ГАИ, снял кенгурин, прошел техосмотр, приехал домой, поставил кенгурин и поехал дальше. Вопрос. Кто будет это делать, все контролировать? Вот этот вопрос. Ну, они теперь разбираются, кто будет контролировать. Вообще, департамент... Да, кстати, я хочу напомнить, что 27-го будет горячая линия. Там я не помню, во сколько, Саша, если есть, пока я говорю, там посмотрите. Там в конце, в конце, в конце комментария есть информация о том, что горячая линия 27-го. В течение часа можно задавать вопросы как раз представители Минпромторга и ДОБДД, Департамент обеспечения безопасности дорожного движения. ГАИшники будут контролировать, наверное, Ростехнадзор, значит, ну и масса других организаций. Но на самом деле... 28-го сентября. Да, во сколько? 28-го? С 12-ти до 13-ти по московскому времени, по вот этому бесплатному для всех регионов телефону 8-800-200-0909. 8-800-200-0909. Вот будет работать эта горячая линия. Вот, но я боюсь, что звонить туда будет сложно, и час это вообще ничто, час это смешно совершенно. Учитывая размеры нашей страны. Да, вот это смешно совершенно, но тем не менее. Вот, ну, значит, вопросы и по контролю, вопросы по формулировкам, вопросы по последствиям, в том числе и социальным последствиям, которые совершенно не просчитаны, проигнорированы совершенно. Причем на фоне кризиса экономического, вместо того, чтобы поддержать средний класс, потому что владелец автомобиля, как правило, средний класс, вместо того, чтобы поддержать, значит, нам накидывают очередную удавку. Причем затянуть эту удавку старается со всех сторон, как в том анекдоте, да, вот. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Вячеслав. Спасибо. Ему не морковь беспокоит. У меня, Александр, такой вопрос к вашему гостю. Вот, Вячеслав, скажите, пожалуйста, сколько бы стоило вам, ну, помечтаем, везти в Японию леворульный Мерседес в виде отчисления в японский бюджет, переделки оптики. Не надо ничего переделать, извините, пожалуйста. Япония ездит, машина. Я понял ваш вопрос, но вот давайте не сбиваться к теме правых рулей. Я вам могу сказать просто, что во всех странах, где есть альтернативный руль, точнее, где свое движение, правое сторонное и левое сторонное движение, альтернативные рули не запрещены. В Японии считается особым шиком ездить именно на левом родном руле. Хотя можно получить Мерседес с правым рулем. И ездят люди, и люди имеют возможность приобрести эту машину и пользоваться этой машиной. То есть никаких проблем не возникает. Конечно, не в таком количестве, как у нас. Опять же, сейчас у нас не проблема правых рулей. Я, уважаемые телезрители, еще раз хочу вам сказать, что проблема тех регламента и вот тех, ну, честно скажу, гадостей, которые туда включены, она коснется владельцев всех автомобилей. Европейских, американских, корейских, японских и так далее. Не надо делить на своих и чужих. Забудьте вы про правый руль. Правый руль американцам полностью будет закрыт на рынок. Но он закрыт. И для секунд-хенда европейского, корейского и так далее. То есть практически закрыт. Потому что пройти все эти кордоны, это будет стоить очень много денег, нервов и массу проблем. Давайте уже к делу. Про машины с консервацией. У нас очень мало времени, у нас 20 минут практически осталось. Значит, совершенно бесхозяйственное и негосударственное решение принято запретить продавать фермерам, предпринимателям, там, мелким, малому и среднему бизнесу законсервированы наши армейские машины, которые имеют проходимость, надежность и прочее для нашего бездорожья. То есть там такие требования, которые лишают возможности их... То есть регионы Сибири, которые ездили на этих Уралах, 469-х с армейскими мостами, газонах... Они их не получат просто. Вот после этого вступления в силу регламента люди не смогут эти машины купить. И мы сейчас уже ищем ходы в соответствующие, в Минобороны соответствующие структуры, которые занимаются, собственно, продажей этих машин, реализацией этих машин, для того, чтобы их озадачить. Потому что для многих людей вот этот техрегламент, то, что заключено, это, ну, вот как с неба свалилось просто на голову. Вообще большинство не знает. Про свет и ксенон. Про свет мы, кстати, вот до эфира еще говорили. Там ведь совершенно идиотская ситуация по поводу того, что заменить фары на автомобили ты можешь только... Со снятого с производства автомобилей. И обязательное требование поставить омыватель, значит, на газоразрядный. Это на ксеноновые фары? Да, на газоразрядный, да, на ксеноновые фары, значит, омыватель. Ну, там много, в общем, чудес и перлов. Про красные фонари замечательно. Красные фонари, значит, противотуманные там задние. Ну, красные фонари, это понятно, что переоборудовать американскую машину для того, чтобы переоборудовать вот эти поворотники, которые на аварийность никак не влияют. Ну, нет цифр о том, что из-за... Ну, кому-то не нравится, что красные, а не оранжевые мигают. Ну, кстати, МВД имеет, Караона Виктории, Шевроле. Мне интересно, куда они их денут, кстати. Вот не знаю, да, куда они их денут. Так вот, для того, чтобы переобороть, надо менять всю проводку. Это стоит 2-3 тысячи долларов. При том, что еще изменения в конструкцию вносить запрещено. Что, кстати, делать нельзя, поскольку у нас запрещено вносить в конструкцию автомобиля изменения. Ну, еще раз подчеркиваю, что японцы, американцы, как бы здесь вот их просто пристрелили в первую очередь. А коснется абсолютно всех автомобилей европейских, корейских. Про габариты. Замечательная вещь. Ведь большая часть автомобиля на сегодняшний момент не имеет при включении габаритных огней, нет лампочки на панели прибора. Да, которая говорит о том, что габарит включен. А вот теперь она, да, если нету, значит, все, вы вне закона. То есть, ну, вот, ну, просто перлов там, ну, россыпь этих перлов. Ну, самое, конечно, интересное про то, что более 20 капель в минуту не может капать с топливной системы. Ну, это мы уже говорили. Тут был хороший вопрос, как бы по поводу, это, видимо, человек писал, про американские грузовики и про длину автопоезда. Вот здесь вот я хочу, чтобы послушали те люди, кто занимается транспортными перевозками, и частные водители, которые купили вот это. Я видел эти кенворты, стоящие за миллион рублей. Да, я еще могу добавить, что вот требования к упускаемому в обращение транспортных средств приведены в приложении там два. И на 30 страницах идет список со ссылками на более чем 100 правил ЕКОН. Поэтому получить вот одобрение типа транспортного средства первому импортеру любого транспорта можно будет только заплатив огромные деньги за сертификацию и так далее, и так далее. Значит, а что, что касается грузовиков американских, которые полюбились многим профессиональным грузоперевозчикам, поскольку при относительно невысокой цене они обладают надежностью, ну, по соотношению цена-качество они выиграют у многих. Значит, им закрыта, во-первых, дорога сюда им закрыта, во-вторых... Но они по фарам не проходят у нас теперь уже. Да, они по фарам, по поворотникам не проходят. Они теперь по длине автопоезда, причем непонятно, как будет контролировать длину автопоезда, когда вы заводите трак, как будут рассчитывать длину автопоезда вместе с этим грузовиком. Тем не менее, ограниченно снижена длина общая, значит, этих грузовиков, этих грузовиков, что тоже фактически ставит барьер в импорте американских автомобилей. Поэтому те, кто торговал или собирался торговать этими автомобилями, или хотел их купить, значит, в общем-то... Ну, да, забывайте. Ну, тут я даже могу зачесть. Вот максимальная длина не должна превышать автопоезда, естественно, в составе автомобиля-тягача категории N и полуприцепа 16,5 метров, а у нас американцы получались 20 метров, автопоезда в составе автомобиля-тягача категории M или N и прицепа категории O, а также сочлененного транспортного средства категории M3, 18,75. То есть вот куда деть вот эти вот полтора метра, которые там остаются никому не нужными, тоже непонятно. И на закуску каждое установленное приложение 5, каждое установленное на транспортном средстве шина должна иметь отформованную маркировку российским знаком с соответствием, либо хотя бы один из знаков Е, Е или ДОТ. Ну, корейцы имеют мощную промышленность, японцы. Значит, если вы машину везете с корейско-японской резины, вы что, ее должны снять? Ее через границу не пустят? Не пустят. Что, она хуже европейской, что ли, резины, или российской? Или отечественной, да. Значит, далее. Самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при рабочем двигании не допускается. А сейчас из парковки автоматически отпустил руль, и он крутится. Вот, кстати, у Мерседеса АБ-класса, у Фольксвагена Тигуан можно, если у тебя включена эта система, отпустить руль, и автомобиль, определив точки, как ему парковаться, он может самостоятельно встать на парковку. Причем ему абсолютно не важно, главное задать правильные точки, он может встать как в линию, так и встать на обычную парковку. То есть на сегодняшний момент эти автомобили, то есть это делалось для того, чтобы в городе даже неопытному водителю было удобно парковаться, теперь эти люди этого пропросту лишены. У них руль сам крутится, понимаете? Это капиталистическое западное извращение, нам это не надо абсолютно. Вот, про тормоза для инвалидов, кстати, вот здесь тоже можно поздравить людей. Мы декларируем, что мы защищаем права, проводим олимпиады какие-то для них, еще что-то, а оказывается, что вот этот новый технический регламент, вы тут прокомментируете. Да, значит, там есть требование к педали тормоза, которое может вообще не быть в машине, оборудованной для инвалидов, для иномарки, я имею в виду. Значит, практически, ну вот как можно формально, да, прямо понимать, это эти требования к педали тормоза, значит, расположенные соответствующим образом, они обязательны для всех транспортных средств. Поэтому, если у тебя педали тормоза нет, а у тебя есть тормоз ручной, то получается, по логике авторов и документов, вы эту машину опять везти не сможете. То есть инвалидам перекрыта возможность купить секунд-хенд иномарку и в человеческих условиях, собственно, ездить по нашим российским дорогам. Александр, ну вот это вот мне понравилось больше всего. Приложение 5.2.1, тут много цифр идет. Не должно быть возможным выключение стояночного тормоза посредством постукивания, я подчеркну, постукивания по органу управления, то есть Мерседес, у которого традиционно ручник является ножником. У меня на Тойоте тоже самое ножник. То есть вы постукиваете, да, по тормозу? Нет, я когда его снимаю, то остается гореть, тормоз фактически отключается, но лампочка горит, и поэтому надо чуть стукнуть по педальке. Ага, нельзя стучать. Нельзя стучать. Если надо будет стучать, все, опять вы вне закона. Вот видите, как удобно. Ну, горький смех. Про ручник и АБС. Не, ну, горький смех, конечно. Собственно, при наличии, тут вот очень интересное, транспортные средства оборудованные при наличии, грузовики, всходящие из... То есть, ага, у нас по поводу АБСа и ручника. Да что там? Там же, вот посмотрите, здесь просто замечательное. То есть они должны быть... Нет, тут очень... Они должны быть оборудованы уже, по идее. Значит, там требования... У нас наши транспортные средства не оборудованы АБСом. Многие сходят, в том числе и грузовые. Так, а здесь требования сейчас уже настолько погружены в этот техрегламент, что какие-то у меня уже... Ну, я могу вам дать. Да, уже какие-то у меня моменты выскочили просто отсюда. Так, транспортные категории М2, М3, 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 М4 должны быть оборудованы на деблокировочную систему. Требования КВС при наличии. Но если это АБС есть... Во-первых, значит... Ну, это мы считали, что что значит при наличии. Но если есть АБС, тогда там написано так, что требования таковы, что у нас грузовики и прицепы сходящиеся конвейеры сегодня не обязаны быть оснащенной АБС нашей стране. Отечественные. Да, отечественные. А мы требуем, значит, определенные выставляем требования к импортным грузовикам, имеющим систему АБС, значит, определенные технические нормы и стандарты и правила. Хотя мы вообще выпускаем эти транспортные средства без АБС. У нас все грузовики, которые выпускаются на территории Российской Федерации, по-моему, не оснащаются антиблокировочной системой тормозов. А западные грузовики стали ослащаться совсем недавно, но основная масса идет ужасно как бы... Получается, вместо того, чтобы требовать с наших производителей ставить систему АБС, мы требуем с тех, кто имеет этот АБС, опять первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. То есть, конечно, игра в одни ворота. Ну, собственно говоря, получается, тупо закрывается въезд и ввоз для всего, что может, по мнению, помешать, может быть, развитию отечественных автозаводов. Ну, мы, кстати, по этому поводу обращались в Минпромторг. И я при встрече с Станиславом Наумовым, замминистра Минпромторга, я оставлял наше предложение. Ну, вот не он, конечно, один решает, к сожалению, отзывы наше предложение не нашли. Мы говорили, что зачем... Ну, это по поводу пошлин. Когда ввели пошлин, практически запретительные. Почему их ввели против тех транспортных средств, которые не являются конкурентами для нашего автопрома, в том числе и сборочных западных заводов. Это мини-автомобили, литры менее объем. Это гибриды. Значит, во многих странах дают скидки различные преференции владельцам, потому что это экологические машины. Гибриды, то есть внутреннее возгорание, электрический двигатель. Это полноприводные автомобили. Мы их сто лет не будем выпускать. И это джипы и мини-вены, то есть семейные автомобили. Значит, не выпускает наша промышленность. Почему? И им дорогу перекрыли. Мини-вен, Надежда. Автомобиль для перевозки сидений, как его называют. Да нет, ну мы же говорим про нормальные настоящие машины, причем там можно было взять двигатели конкретные, которые все равно у нас не выпускаются. Тем не менее, зачистили все. Очень интересная вещь, я думаю, вот эта уже тема будет приложение 7. Ремни-вен, это для владельцев раритетных автомобилей. Люди, я думаю, порадуются, особенно владелец какого-нибудь, я не знаю, транспортного средства 13-го года выпуска. Так вот, согласно всему положению, он обязан установить через два года на все эксплуатируемые автомобили ремни безопасности. То есть это фактически разрешает внесение изменений в конструкцию этого автомобиля внести, да? Это разрешает. Это этим техрегламентом, да. А вот тот, который, техрегламент, который уже сейчас назревает эксплуатационный, он может вполне возможно и запретить. Поэтому как эти техрегламенты будут состыковываться, что еще там наворотят в техрегламенте, который ждет нас. Мы посмотрели там часть вещей уже в этих техрегламентах, два в одном. Но тем не менее он висит, он заявлен как прошедший общественное слушание, повторяю, это эксплуатационный регламент по эксплуатации, прохождению техосмотра там. Вот так он позиционируется. Вот нас ждут, в общем, веселые времена. То есть петля на нашей шее автомобилистов, повторяю, затягивается многими руками. Каждый пытается поучаствовать в этом процессе. Ну, как это можно прокомментировать? Ну, цензурно никак. Ну, к сожалению, да. Ну, осталось, наверное, только порадоваться. Я представляю вообще за себя, ну, не очень радостно за инвалидов, за груз перевозчиков, за частных владельцев. Просто за автомобилистов. За автомобилистов, которые хотели купить. Пересесть, может быть, на нашей марке на какую-то более-менее не очень дорогую, но нормального качества, хороший автомобиль. Я могу порадоваться за владельцев раритетных автомобилей. Мало того, что им запрещают, повышают пошлины на раритетные машины. Люди и так тратят огромные средства для того, чтобы их приобрести, привести в нормальное состояние и ввести в страну. Это достояние, кстати, страны. В конечном итоге, плохо или хорошо. Так их теперь еще обязывают. Я плохо представляю себе человека, который потратил миллион евро на автомобиль, чтобы он еще ремни к нему присобачивал. А потом, что это такое? Что значит ремень сделать туда? Там есть конструктивно... Нет, а тем более тратят средства, они не участвуют, в общем-то, в потоке. Они на руку общего пользования... Выезжают на раритеты? Выезжают на определенные... Саша, я еще раз просто напомню коллегам нашим, телезрителям, автомобилистам, те, кто имеет отношение к этим вопросам, имеет образование инженерное. Торгует техникой, ремонтирует ее и прочее, прочее. Пожалуйста, почитайте техрегламент и напишите свои замечания, веские аргументы. На наш сайт присылайте. 19maymay.ru 19may.ru Это слово май. 19may.ru Мы собираем сейчас всю эту информацию. Будем подавать вместе с некоммерческим партнерством Monopolysmo.net, которое сейчас регистрируется, куда мы тоже входим, кстати говоря. Будем подавать в Конституционный суд. Надо все вместе сформировать общественное мнение, потому что молча проглатывать такие вещи, это значит себя не уважать. И в конце концов... Это обычная российская ситуация, когда люди предпочитают молчать, чем говорить. Лучше молчать, ругаться на кухне, выпивая с другом. Или обсуждать в интернете, говорить, что эти такие сяки, а сяки, мы хорошие, нам нужны аргументы. Просто эмоциональные какие-то разговоры до бесконечности не нужны. Конкретные аргументы, конкретные предложения. И еще раз хочу обратить внимание, что люди, многие, кто не знает этот техрегламент, не слышал о нем, не слышал комментариев, и коснется их. Только когда уже коснется, будет... Ну, уже фактически документ подписан, но тем не менее шанс какой-то его изменить. Если не отменить, то хотя бы изменить, потому что он может меняться. Кстати говоря, этот документ, техрегламент, не этот, а вообще всех техрегламентов, они могут приниматься либо в формате постановления правительства, либо в формате ФЗ, федерального закона. Если это был бы федеральный закон, то, конечно, там были бы чтения, не имитация от чтения, в том числе общественные. Там было бы три чтения рабочих, и можно было довести документ до ума или его как бы заблокировать. Но в данном случае он принят решением правительства, и это оказалось легче. Его легче оказалось протащить, это понятно. Просто протащить и называть вещи своими именами. И теперь нам через год... Ну, тут смс-ка пришла очень хорошая. У вас буханка не имеет ремней безопасности. Как быть? Устанавливать. Теперь, да, через два года вы обязаны будете установить. Ну, в принципе, вот у нас осталось три минуты, мы можем подвести итог некий. Получается, что в ряде случаев требования к БУ иномаркам, грузовикам ли, инвалидным ли автомобилям, или просто автомобилям легковым, они выше, чем к автомобилям, которые сходят с конвейера Горьковского автозавода, там, Ежмаша, предположим, там, я не знаю, ну, на Ежмаш сейчас ничего не выпускается, ну, Волжского автозавода того же. То есть, получается, что вот старые семерки Жигулей, они более интересные машины, чем десятилетний Opel, предположим. Да, то есть, мы не заставляем наших производителей делать технику, которая соответствовала европейским стандартам. Мы пытаемся... Запретить оттуда ввести нормальную машину. Да, мы пытаемся европейские, американские, японские машины запретить, говоря при этом, что у нас национальные критерии нормы безопасности, они превыше всего, и поэтому будьте любезны соответствовать нашим нормам. Ну, такое лукавство. В принципе, этот техрегламент означает еще и то, что у нас фактически запрещен врез, импорт всех моделей, которые не имеют сертификации в России, или они, вот видите, как с фарами, я не вижу, что у тебя машина до сих пор выпускается, не можешь ты фары заменить. А вот снятый с производства автомобиль, который, может быть, уже технологически устарел, как морально, так и физически, и по технологиям своим, вот там, пожалуйста, меняй фары. А старой-то не повезешь, потому что свыше пяти лет там просто пошлино, там фантастически. Поэтому, опять же, это, опять же, лукавство и лицемерие. Ну, и, естественно, это полный кордон на импорте запчастей, собственно, автомобилях, автомобилей как таковых, и еще очень многих. Кстати, по поводу... Монополия и удушение параллельного импорта. К сожалению, да. Вот итог этой программы. Поэтому я бы все-таки советовал автомобилистам, которые смотрели нас, заинтересоваться этим, залезть в интернет, если вы не купили, и прочитать его, и каким-то образом выразить, вернее, свое недовольство. Вячеслав, огромное спасибо, что пришли к нам. У меня в Краснодарском крае очень много родственников и друзей. Ромавиру, привет. Подключайтесь к изучению документов. Спасибо, Вячеслав, что пришли. И, как бы, я думаю, что эта тема не для одного разговора, и я думаю, мы еще встретимся, поскольку это невозможно ограничиться вот подобными вещами в течение часа. И, может быть, какие-то будут новости, тогда я, конечно... Ну, к сожалению, да, пока ничего нет. Вот документ вчера был опубликован, значит, он вступил в силу. Вступит через год. Вступит через год, но, тем не менее, он уже подписан. Огромное спасибо и вам, наши уважаемые телезрители. Надеемся все-таки, что кара сия минует нас всех. Всего вам доброго. С вами была программа «Попутчик». Я, ведущий, Александр Гусаров и Вячеслав Лысаков. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok